Всем от Культ привет! Новости марта. Вначале оглашу их список этих новостей, а потом уже сами новости. Первое. Отмена лекций в Минске и Калининграде. Второе. Лекции в Москве 21 марта, в Питере 24 марта. Открытые про них информация. Новосибирск 4-5 апреля. И предположительно Норильск 8-9 апреля. Вроде бы пока все к тому, что это будет. И еще в апреле будет пара городов. Нет, несколько городов. Третье. Коллабы, которые уже произошли. Четвертое. Новости образовательного фронта и мои соображения вокруг них. И пятое. О политике и, ну так сказать, о политике, да. И на канале, и вообще. Значит, о политике на нашем канале и пару слов о политике. Значит, кто тут вот хочет только политику послушать, можете сразу в конец ролика и приходить. А кому интересно все, поехали с самого начала. Значит, первое. В Минске и в Калининграде 23 марта и 24 марта ничего не будет. В Минске, потому что главный организатор мероприятия не может вернуться там из какой-то страны, куда он едет в командировку и просил перенести. А перенести уже просто некуда. По загрузке апреля месяца. А в Калининграде они просто все отменили. Ну, как бы там такая формула. Раньше говорили из-за ковида. Теперь, значит, формула, что, ну вот финансирование как бы ушло или что-то еще ушло. В общем, там не очень понятно. Суть в том, что произошедшие изменения в нашей жизни, да, они сказались в том числе, видимо, на финансирование каких-то мероприятий, каких-то организаций и так далее. В общем, в Калининграде все лекции уже, кстати, отменили. Но нет худа без добра. Поэтому пункт 2. В Москве 21 марта, понедельник, даже ближайший, через 3 дня, состоится моя лекция в книжной лавке Листва. Листва, адрес внизу, значит, в описании к лекции, название, народное образование, двоеточие, текущее положение и перспективы. Это я не часто выступаю вот с такими философскими лекциями. Наверное, единственный раз, может, выступал, это когда, куда идет и ведет нас экономическая наука. И было это 12 лет назад в Москве, в Полит.ру. А вот теперь в магазине Листва. Книжная, значит, этот книжный магазин, он, ну, специализируется на очень серьезной, глубокой литературе. И он хотел сделать платный ход, потому что, ну, там, так сказать, они не то, чтобы очень сильно, ну, как бы, короче говоря, я договорился, что я не получаю никакого гонорара, вход будет бесплатный, но все-таки все, кто могут, пожертвуют, сколько могут, значит, в фонд книжной лавки Листва. Вот. Но, тем не менее, вход свободный. И приходите все. Ну, вот, обсудим происходящее с точки зрения, значит, образования. И вообще, в целом, поговорим. Дальше. Вместо Калининграда 24 марта будет Санкт-Петербург. И вот здесь я приглашаю вас поскорее пройти регистрацию. Они очень боятся, что будет переполнение зала. И, соответственно, там хотят регистрацию закрыть на отметке 500 присутствующих, который в данный момент уже стремительно приближается. Вот. Но я объясняю, что если 500 человек зарегистрируется, то придет 200. А если 1000 человек зарегистрируется, то придет примерно 400. А зал на 350 человек у нас. Это ЛЭТИ. Это институт, который, если я не ошибаюсь, вот это родитель бегущего города. Проекта «Бегущий город». В общем, я выступаю в ЛЭТИ. И я бы хотел, чтобы был аншлаг. Но вот из-за того, что регистрационную ссылку, ну, руководители, они не понимают этого. Они говорят, ну, все, кто зарегистрируется, все и придут. И я говорю, ну, вот сколько раз мы проводили, всегда приходило там меньше половины. Почему в этот раз должны прийти все? Вой, мы волнуемся переполниться зал. Давайте, идите и регистрируйтесь все по этой ссылке. Я буду пытаться сделать так, чтобы пустили, ну, как бы вот, чтобы ее открывали хотя бы до 600-700 человек. Буду делать все, вообще все от себя зависящее по этому поводу. Значит, это в 6 вечера, 24 марта в Санкт-Петербурге. Я вообще весь день там буду, но у меня там разные мероприятия в каких-то закрытых клубах и просто встречи. Вот, значит, в 6 жду вот здесь, Аптекарский остров. Там подробнейшая инструкция, как туда попасть на лекцию, вот здесь вот в описании. Далее, 29 марта будет такой, как бы, рекламный стрим с компанией Geekbrains, которые мне очень помогают в это трудное время. И я договорился о таком честном рекламном стриме. Ну, вот они там, возможно, будут предлагать всем моим подписчикам работу, а может просто расскажут о себе. Ну, в общем, мы побеседуем про Geekbrains. Это, еще раз повторяю, честный рекламный стрим. Значит, 29 марта в 10 утра он будет происходить. Приходите все на наш канал. Так, далее, значит, 4-5 апреля, так как апрельские новости выйдут наверняка позже, то, говорю, что 4-5 апреля у меня три лекции в Новосибирске. Первая в НГУ в 16.00. Я лечу на рейсе в 6 часов утра из Москвы. Мне проще улететь в 6, чем, грубо говоря, там, ложиться в 11 или в 12 вечера. То есть, мне проще встать в 4, поехать и улететь в 6, что я и делаю. Соответственно, значит, я прилетаю, ну, или лететь ночью, тем более. Я прилетаю в Новосибирск. Тут же едем, значит, в Академгородок. В НГУ первая лекция будет про ПИЕ, иррациональность ПИЕ. Дальше будет, в 6 часов будет мой доклад в Институте математики в погоне за АБЦ-тройками. Подробный такой серьезный будет доклад, вот, на таком хорошем уровне, но, тем не менее, обзорный. И на следующий день, 5 апреля утром в 11 утра в Горностайе, это местный математический, ну, такой, как бы, центр талантливых детей, что называется. Вот, там будет лекция про великую теремофирма и ее историю. Потом я улечу в Москву. 8-9 апреля я буду в Норильске. Пожалуйста, уточнения по программе в Норильске смотрите в ВКонтакте на нашей страничке. Я уже не успею про это сказать в следующих новостях, которые, скорее всего, выйдут в середине апреля. И поэтому просто следите. Норильчане, я вас всех жду. Скорее всего, открытая лекция состоится 8 апреля. 8 апреля, где-то ближе к вечеру, в городе Норильск. Вот так. Я там был в 2000 году. Это было очень давно. Мы ходили в огромный поход по плато Путорана. Огромный, около месяца длины. Пять пеших этапов, пять водных. Я там похудел. Похудел на 15 килограмм в этом походе. Зацените. Ну, ради справедливости, собственно, с тех пор так и не поправился. То есть, когда-то я был нормальный такой мужчина. В 2000 году сходил в поход. Похудел на 15 килограмм. И уже потолстел с тех пор только на 3 или 4. Вот. Это был такой переломный момент в моей комплекции. В 2000 году. Но это я снова спустя 22 года попаду в Норильск, дай бог. Ну, потом еще в апреле будет. 18-го будет снова Петербург. 19-го Нижний Новгород. Но в Нижнем там закрытое будет, может, несколько друзей я смогу провести. Не больше. А вот в Питере, может быть, что-то и будет открытое. Посмотрим. Но это уже отдельно мы объявим. Так. Следующий пункт называется коллабы. Произошло несколько коллабов за это время. Ну, те, которые я нашел, я мог некоторые пропустить. На грозе. А был разговор. Значит, я... Вот, грубо говоря, да, о политике. Я сейчас скажу все о политике в одной строке. Но подробнейшее мое мнение о происходящем и мое ощущение того, что происходит, изложено на грозе. Я сразу предупреждаю всех. Никто не останется удовлетворен. От патриотов пришлось немножко дистанцироваться по одной причине. От либералов, соответственно, тоже по другой очевидной причине. У меня позиция, с которой я очень одинок в этом мире. И я ее разносторонне объяснил. На этой вот, на грозе. Заходите, примерно, можно смотреть с час ноль-ноль. Там пять минут, вот в которые прям я уместил самую квинтэссенцию. Ну, а если вы придете на 45-й минуте, где я появляюсь, то вы послушайте все мое. Как бы все в целом мое ощущение от мира. Так, на нашем радио было. Ну, это, по-моему, там мы не касались никакой политики. На фарпосте, на безопасном детстве. Про дефолт 98-го года вспоминаю. Материал на ПЕД-совете опубликован. Это вот здесь все увидите. Так, значит, четвертый пункт состоит в том, что деятельность по спасению массового образования приводит к совершенно неожиданным и очень резонансным вещам, таким как ответ Сергея Сергеевича Кравцова, точнее его заместителя по его просьбе, на наш манифест. На 20 страниц он попытался выдать ответ, но ответ вызывает у меня очень много критики, но сам факт того, что министр образования считает необходимым на манифест отвечать, понятно, свидетельствует о том, что мы навели очень большой шум и шорох. Ну и из Совета Федерации пришел человек, который, естественно, хочет остаться анонимным, и сказал, что нормальная антиреформа образования все равно грядет, и, конечно, законопроект будет писать. И из всего, что в данный момент ходит вокруг как бы до около, наша программа ему кажется наиболее правильной. Вот, так что, значит, я к тому, что не нужно, как это, в наши трудные дни есть и что-то позитивное, может быть, наконец, мы хотя бы образование спасем. И поэтому опять обращаюсь с просьбой подписывать нашего звания, которое, значит, набрало 75 тысяч, и, ну, все забыли, информационный повод новый появился, никто не подписывает, а надо подписывать, потому что, как бы сказать, наука, образование, школа, оно никуда не денется, и нужно ее спасать. Ну и, наконец, пятый пункт. Значит, на канале Маткульт Привет не будет никакой политики. Я имею в виду той политики. Наша политика канала состоит в том, что у нас не будет политики. Да, очень много мне пишут, что я теперь думаю по поводу, например, собирания земель. Я вам отвечу следующее. Собирание земель в том смысле, который я имел в виду, это сближение с Россией, Белоруссией и Казахстана. А именно, абсолютно, так сказать, ну вот, когда Россия помогла этим государствам просто сохраниться как государство, да, и они стали гораздо ближе к нам. В частности, в Казахстане, в котором я только что был, мне в глаза бросился новейший плакат прямо с иголочки. Ну, там, реклама закона, ну, типа, казахстанец, подчиняйся закону, и он тебя защитит. И два лица. Казахская и русская. Такого немыслимо это было невозможно при Назарбаеве. Все изображения были только казахских лиц. Русские были в совершенно явном, хоть и не таком, ну, угрюмом, как на Украине, загоне. Сейчас этот загон открывается, и это, безусловно, то самое собирание земель, совершенно бескровное и без войны, которое я и имел в виду. Пожалуйста, я впредь не желаю получать комментариев о том, что я там своим собиранием земель провоцировал Путина на начало войны. Это совершенно бессмысленная фраза, я, так сказать, ну, пусть Господь Бог, конечно, рассудит когда-нибудь, но уж точно не вам судить о том, что я, оказывается, спровоцировал Владимира Владимировича. Пожалуйста, это смех и слезы. Значит, что касается текущей войны, так как у меня есть знакомые на материковой Украине, и их немало, и то, как сейчас страдают люди, это просто нельзя, это никакого... То есть я ненавижу войну, в принципе ненавижу, но в отличие от либералов я никого не тороплюсь осуждать, потому что ситуация развивалась очень долго, и единственное, в чем действительно я по-настоящему каюсь на сегодняшний день, это в том, что я рукоплескал тогда Ельцину, когда он разрушал Советский Союз. Вот это действительно факт. То есть вот как бы это был первый шаг в длинной дороге к сегодняшнему аду. Ну и это все, что я могу сказать. Я хочу просто, так сказать, вам обещать, что никакого, там даже если Россия сейчас в два дня победит, никакого празднования у меня не будет дома. Это гражданская война, и никто в ней не бывает победитель. И, так сказать, будет только молитва за всех, кто на ней погиб. И я хочу сказать, что я, ну, как бы, хочу морально поддержать обе стороны, потому что, потому что это гражданская война, это ужасное совершенно событие происходит, вот, к которому мы долго и упорно шли. Вот все, что я вам скажу, дорогие друзья, значит, я прошу не оставлять комментариев по поводу, политики, ни к каким роликам, кроме этого. В этом разрешаем, но я оставляю за собой право стереть хамские ролики и даже забанить их авторов. Ой, извините, стереть хамские комментарии и даже забанить их авторов, если они будут особенно, ну, там, особенно, так сказать, такими, с наскоком таким обычным для некоторых людей. Вот, то есть в дальнейшем, да, к дальнейшим нашим роликам, пожалуйста, оставляйте только комментарии по существу. Там будет математика, про математику и будем говорить. Ну и, как бы, молимся о скорейшем окончании всего этого кошмара. Маткульт, привет!